Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Николай Абельгард. Николай Абрахам Абельгард. Датский классический королевский исторический художник, скульптор, архитектор и профессор живописи, мифологии и анатомии в Новой Королевской Датской Академии Искусств Копенгагене. Родился 11 сентября 1743 года в Копенгагене. Даня. Обучался у мастера живописи, прежде чем поступил в Королевскую Датскую Академию Художеств. Учился под руководством Эдварда Мандельберга и Йоханнеса Видевельта. Выиграл большую серию медальонов за свои блестящие работы с 1764 по 1767 год. Его большой золотой медальон Академии, выигранный в 1767 году, включал стипендии на путешествие. Помогал профессору Йоханну Мандельбергу из Академии в качестве ученика около 1669 года и в росписи украшений для Королевского дворца Фредеренсборги. Картины являются классическими под влиянием французских художников-классиков, таких как Клод Лорен, Николя Пуссен. Мандельберг учился в Париже у Франсуа Буше. Совершил поездку в Неаполь в 1776 году. Его амбиции сосредоточились в жанре исторической живописи. Находясь в Риме, он изучал фрески Карачи в Палаце Форнезе и картины Рафаэля Тициана Микеланджело. Кроме того, он изучал различные другие художественные дисциплины. Настенные росписи, украшения, архитектура, скульптура. Развивал свои знания в области мифологии, древности, анатомии, перспективы. Я зачитываю Википедию. В компании шведского скульптора Йохана Тобиаса Сергея и художника Йогана Генриха Фюсли он начал отходить от классицизма, которому научился в Академии. В 1778 году, вскоре после поступления в Академию, был назначен профессором. Преподавал мифологию и анатомию в дополнение к живописи неоклассического стиля. Занимался скульптурой, травлением и авторской работой. Его интересовали всевозможные мифологические, библейские и литературные аллюзии. Его ученики Карстенс, скульптор Турвальцин, художник Лунда и Кристофер Эксберг получил заказ около 1780 года от датского правительства на создание больших монументальных произведений, посвященных истории Дании для украшения рыцарской комнаты. во дворце Кристиансберг. Картины содержали исторические изображения с аллегорическими и мифологическими элементами, которые прославляли и христили правительству. Был также известен как религиозный вольнодумец и сторонник политических реформ. С 1801 года вновь был избран директором академии и был в этой должности до своей смерти. Женился на нем Марии Акхольм в 1781 году вторым браком Джулианой от Тессы. Над браком у него было два сына и дочь. Умер Фридрис Далле в 1809 году. Похоронен в Копенгагене. Согласно 11-му изданию британской энциклопедии, он был холодным теоретиком, вдохновленным не природой, а искусством. У него было острое чувство света. Как технический художник он достиг замечательных успехов. Его тон был очень гармоничным и ровным. Но эффект для иностранца редко бывает интересным. Август Вильгейм Сабье извоял ему статую в 1868 году по портретам современников. Ну вот так вкратце о датском, не классическом королевском художнике, скульпторе, архитекторе, профессоре живописи Николая Абрахам Абельдгард. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.